Добрый день! Меня зовут Лонгина Екатерина. Я старший директор Фаберлик и мама троих детей. Моим детям 11, 7 и 5 лет. У меня нет няни. Если в вашей команде есть мамы, которые говорят, что с детьми невозможно работать и тем более рекрутировать, или если вы сама такая мама, то не придумывайте отговорки. Я вам расскажу об одном из моих методов рекрутинга на земле. Итак, начнем. Сады, школы, секция. Вы каждый день выведете детей в школу, в сад, на секцию. Подарите подарок. Подарите подарок учителю, воспитателю, тренеру. Ну, хотя бы в знак благодарности того, что ваш ребенок приходит довольный из садика. Подарите подарок, например, мыло для рук или крем для рук. И при этом в пакет положите наш каталог. Обязательно нужно сказать, что при заказе по этому каталогу вы получаете скидку 1000 рублей. 100% уже через несколько дней у вас будет заказ. Но я заказ не оформляю. Я открываю доступ в интернет-магазин. Итак, после того, как заказ будет оформлен, обязательно нужно рассказать о том, что, нажав в приложение кнопку регистрация, такой же подарок может получить весь коллектив садика, школы, секция, подруга или даже соседка. Родительские чаты. Занесите себе родителей в телефонную книгу и потом в Инстаграме подгрузите и подпишитесь на них. Личный бренд. Обзоры заказов. Рассказы о продукции. Поверьте мне, за вами начнут наблюдать. И когда в следующий раз вы приведете своего ребенка в школу или в сад, у вас обязательно попросят каталог и захотят проконсультироваться. Предлагайте подарки от Фаберлик в родительском комитете. Конечно же, это намного легче сделать, когда ты сама состоишь в родительском комитете. Но если даже вы не состоите в родительском комитете, вовремя преподнесенный нужный подарок перед 8 марта вместо беготни по магазинам может вам принести в команду парочку новичков, парочку родителей, которые будут оформлять заказ. Подарите нянечке в садике наше средство для мытья посуды. Оно же у нас 0+. И поверьте мне, через пару дней вы приведете ребенка в сад и у вас уже будет заказ. Но я не оформляю заказ. Я открываю интернет-доступ в наш интернет-магазин. Салоны красоты, ателье, спортзалы. Это места, где вас часто видят. Значит, вам рады и к вам прислушиваются. Оденьтесь в спортзал, в нашу одежду от Фаберлик. Кроссовки, футболочка. И тогда при обсуждении в раздевалке, где же взять форму для занятия спорта, 100% это ваш выход. Вы можете рассказать и даже показать на себе нашу замечательную продукцию. И, конечно же, давай за то, что сейчас потрясающая акция. 1000 рублей скидка на первый заказ. Салон красоты. Подарите администратору освежитель воздуха или мыло для рук. Пускай она поставит это в своем салоне. И через несколько дней напишите сообщение, как вам наша продукция. При этом, конечно же, оставив каталог. И 100% посетители салона и сами работники захотят у вас зарегистрироваться. Вы часто гости в одном и том же магазине продуктов. Кассиры видят, что вы мама, а значит, вы плохого не посоветуете. По очередной раз, когда вы придете за покупками, оставьте на кассе каталог и скажите, что только для вас у нас специальная акция 1000 рублей. Поверьте мне, когда в следующий раз вы придете за продуктами, вам обязательно будут задавать вопросы или уже дадут листочек заказа. И вы, конечно же, расскажете про наше удобное приложение. Я, кстати, всегда о нем рассказываю. Также у меня получилось и в ателье, когда очередной раз я пошла подшить ребенку брюки, вставить молнию. Это же дети. Я рассказала о нашей продукции и подарила девочкам каталог. На следующий день мне пришло сообщение о том, что мы хотели бы заказать. И я сразу же сбросила инструкцию о том, как здорово, быстро и удобно заказывать продукцию в нашем приложении. Аптеки. Вот уж где-где в аптеке мама бывает часто. Конечно же, не хочется, чтобы наши детки болели, но тем не менее. Оставьте каталог в благодарность за то, что вам фармацевт посоветовал нужный препарат. И обязательно скажите, что только для вас в благодарность 1000 рублей скидка на первый заказ. Через пару дней зайдите в аптеку и обязательно вас будет ждать там заказ или вопросы. Найдите в инстаграме маму блогера вашего города. Ну, 100% такая есть. Подарите ей подарок и попросите ее, чтобы она рассказала об акции, которая сейчас у нас проходит. Я подарила кухонные ножницы. Она сделала видео, смонтировала и выложила его в ленту. И уже первый же день у меня 6 новичков с заказами по нашей акции 1000 рублей. И, конечно же, в каждом заказе были ножницы. Я сделала рекламу у блогера, и она мне стоила ножницы. Вы проводите время на секции в ожидании детей. Вы ждете детей из школы. Вы всегда пересекаетесь с родителями. На самом деле, это очень легко завести разговор с мамами о той продукции, которая тебе самой нравится. Не стесняйтесь говорить. Рассказывайте всем. Потому что именно после этого, когда вас часто видят и следят за вами, начинаются вопросы. А ты правда зарабатываешь в Фаберлик? А ты что, бегаешь с каталогами? И, конечно же, я всегда всем рассказываю. Нет, я не бегаю с каталогами. И всегда говорю своей команде и скажу вам, кому ты продаешь, того я регистрирую. Многие не знают, что в Фаберлик можно зарабатывать без продаж. Но не дать людям скидки и подарки, ну, это не уважение к ним. Поэтому посмотрите вокруг себя. Налоговая, социальная защита, мои документы. Я недавно оформляла загранпаспорт своим детям. Да, я оформляла на сайте и подавала документы электронно. Но пришла я получать загранпаспорт к живому человеку. Так почему бы его не порадовать нашей скидкой тысячи рублей на первый заказ и нашим замечательным каталогом? И, конечно же, сто процентов, я вам говорю, я получила новичка в свою структуру, приведя просто получать загранпаспорт. Пришла весна. И, конечно же, наши детские площадки сейчас пополняются не только детьми, но и мамами. Обязательно нужно гулять с детьми. А вам обязательно нужно на детской площадке сказать о том, что сейчас замечательная акция Фаберлик 1000 рублей. И, например, футболочка и штанишки на моем ребенке именно от них, потому что у них шикарное производство в Иваново. Рекрутировать можно и на детских площадках. Посмотрите вокруг себя. На самом деле только вам кажется, что очень много людей уже знает о Фаберлик. Когда я начала разговаривать конкретно с мамой, я поняла, что они ничего не знают. На самом деле я вам рассказала о той небольшой части инструментов, с помощью которых я рекрутирую. Но никогда не забывайте о том, что первый заказ сделать легко, найти новичка легко. А обязательно нужно его не бросать и помочь ему оформить второй заказ, третий, провести его по стартовой программе. Конечно же, вы можете еще делиться нашим каталогом с коллегами на работе, друзьями. Самое главное, не стесняйтесь. Я желаю вам побед, новых званий и хорошего настроения. На дворе весна, поэтому рекрутируйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Баркова Дарья. Я Рубиновый директор Фаберлик из города Воронеж. Я рада приветствовать всех участников рекрутингового марафона. Всех тех, кто активно включился в работу по расширению и развитию своей структуры. Используя уникальную акцию компании Фаберлик, 1000 рублей в подарок новичку. Сегодня я поделюсь с вами одним из инструментов рекрутирования, который активно использую в своей структуре. Это привлечение через организацию детских салонов красоты. Весна и лето – это сезон активного времяпрепровождения на свежем воздухе, в прогулок мамочек и детишек в парках, скверах. И, конечно же, весной как женщинам хочется выглядеть ухоженными, так и юным принцессам тоже хочется быть красивыми. И мы, используя продукцию компании Фаберлик для детей и уникальную рекрутинговую акцию 1000 рублей за первый заказ, дарим им такую возможность. Итак, первым делом, с чего мы начинаем? Мы выходим в парки, в скверы, на детские площадки, придомовые территории, территорию около детских садов и школ, там, где можно встретить большое количество гуляющих мам с детишками. И, даря ребенку яркий красочный шарик, мы вручаем приглашение на детский салон красоты. Говорят примерно следующее. Здравствуйте! Позвольте пригласить Вашу юную очаровательную принцессу в наш детский салон красоты, где ей сделают маникюр безопасными лаками, нейл-дизайн, макияж, дополняют образ детскими духами и украшениями. Детский салон красоты работает по адресу Московский проспект 93, дробь 2. Запись к мастеру с 11 до 14 и с 16 до 19. В какое время Вам было бы удобно? При этом у Вас с собой лист регистрации, где Вы указываете имя ребенка, фамилию взрослого, контактный телефон и желаемое время посещения салона, разбив при этом время на 10-ти минутные интервалы. Этого вполне достаточно на одного ребенка. Таким образом, у Вас получается, в дообеденное время Вы сможете осчастливить около 20 детишек, и после обеда примерно столько же. Далее, промоушен Вы можете осуществлять еще и с помощью расклейки объявлений, в котором указан контактный номер телефона, по которому осуществляется предварительная запись. Я Вам покажу образцы пригласительных билетов. Все эти материалы мы Вам предоставим. И вот так вот выглядят у нас объявления, которые мы расклеивали. И Вы знаете, у нас по объявлениям были звонки, «Здравствуйте! Это у Вас детский салон красоты?» «Да! Запишите, пожалуйста, мою внучку Сонечку». Этот промоушен Вы можете начать делать уже сегодня, и тогда к ближайшим выходным Вы полностью заполните лист регистрации участников, и у Вас будет примерно около 40 мамочек с детишками. Следующий этап – это, собственно, организация и проведение самого салона красоты. Лучше это делать в офисе, но можно и на открытых площадках, парках, скверах, если позволяет погода. Мы сейчас это проводим, приглашая в офис. Украшаем офис шарами, включаем детскую музыку, создаем атмосферу. Заходя к нам, юная принцесса направляется к мастеру маникюра. На столе разложены все необходимые материалы и инструменты. Кстати, список мы Вам предоставим. Это детские салфетки, это лаки, это твердые духи, блески и помады, и, конечно же, ватные диски и палочки, потому что наносить нужно все индивидуально с использованием одноразовых палочек. Предоставьте юной моднице самой выбрать оттенок лака, который ей по душе. Благо в нашей коллекции их очень много – ярких, цветных, и фуксия, и зеленый, и фиолетовый. Девочки с удовольствием выбирают стикеры, звездочки или цветочки, наклейки на ушки. И с удовольствием, конечно же, пользуются нашей продукцией. Особенно нравится волшебная вода для тела с блестками и спрей с арбатом малиной, который облегчает расчесывание волос юной модницы. Пока маленькая принцесса преображается, мы даем маме заполнить анкету сопровождающего взрослого. И делаем короткую презентацию, в которой рассказываем о том, что помимо ярких, креативных и безопасных средств по уходу за детской кожей, у нас есть эффективные средства по уходу за домом, косметика для мамы, коллекции детской и взрослой одежды, белье, колготки. И при этом дарим ей подарочный сертификат в виде тысячерублевой купюры, предлагая им воспользоваться прямо сейчас, оплатив половину заказа. Ребенок в восторге и, конечно же, просит купить все и сразу. Мама, понимая, что она может реально сэкономить, с удовольствием размещает заказ, дополняя его необходимыми и выгодными по цене товарами для дома. Вы получаете нового консультанта с выявленными потребностями для дальнейшей работы с ним. Друзья, у нас статистика по использованию этого инструмента рекрутирования такова. Из 40 приглашенных 30 регистрируются сразу, и 18 человек оформляют заказы здесь и сейчас. Остальных мы докручиваем в ближайшие 2-3 дня. Я сама когда-то пришла в Фаберлик, будучи мамой в декрете, и поэтому очень люблю работать с этой целевой аудиторией. Ну, а видеть неподдельные улыбки детей, их восхищение, яркие эмоции, это, скажу я вам, дорогого стоит. Уверена, этот инструмент станет любимым и в вашей структуре. Мы предоставим вам все необходимые материалы для организации и проведения детского салона красоты. Это макеты пригласительных билетов, макеты объявлений, скрипт приглашений, макеты подарочных сертификатов, а также анкеты и примерные презентации. Желаем вам успешного рекрутинга с использованием акции «Тысяча рублей. Подарок новичкам. Достижений и свершений». Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Галина Белозор, Рубиновый директор, город Саратов. И сегодня я вас познакомлю с одним из моих любимых методов рекрутинга «Подари подарок другу». ППД моего сокращенно с командой называем. Ну, прежде всего, давайте определимся с целью. Цель, естественно, этого метода – набор новичков. Набор новичков, активных с заказами. Поскольку мы все участники с вами марафона рекрутингового от компании, то основная задача наша – это рекрутинг. И вот тот метод, с которым я вас сегодня познакомлю – очень эффективный метод рекрутинга. Ну, а поскольку сейчас идет мега-акция «Тысяча рублей. Подарок для новичков», то этот метод работает на отлично. Итак, где мы его проводим? Этот метод проводится на территории пунктов выдачи. Если вы владелец пункта выдачи, то начинайте прямо сейчас. Если у вас нет своего пункта выдачи, то можно всегда договориться с владельцем пункта, на котором вы обслуживаетесь, и это всегда совместная работа будет усиливать друг друга. Итак, мы определились, что проводим мы это на территории пункта выдачи. С кем проводится? Одному сделать можно, но это очень тяжело. Лучше работать командой. Ну, минимум два человека, а три, пять и больше – это уже вообще великолепно. Итак, мы с вами определились, что нас работает несколько человек. Теперь давайте, что же нам необходимо. Ну, во-первых, конечно, нам необходимы каталоги, на которых мы будем показывать и рассказывать об этой акции. Во-вторых, нам необходимы раздаточные материалы, которые мы будем раздавать прохожим на улице. В-третьих, нам нужны анкеты, которые мы будем давать нашим гостям, которые пришли в офис. В-четвертых, надо подготовить небольшие подарочки для того, чтобы все гости, которые пришли к нам в офис на презентацию, остались довольными и уже смогли дома попробовать нашу продукцию. Ну, и очень важно иметь набор презентационный у себя на столе. Презентационный набор, сейчас о нем буду рассказывать поподробнее. Итак, дорогие друзья, мы с вами подготовились. У нас есть листочки, у нас есть раздаточный материал, у нас есть маленькие презенты для наших гостей. И мы начинаем. Моя рекомендация – начинать приглашение гостей за 10-15 минут до начала презентации. Делюсь опытом, который мы наработали с командой. Если мы раздаем листовки за день, да, или, например, с утра раздаем, а вечером презентация, то, как правило, люди по приглашению очень редко приходят, потому что они эту листовку смяли, забыли и где-то оставили. Поэтому мы раздаем сразу, недалеко от офиса, за 10-15 минут до начала презентации. Выходят на улицу лидеры и раздают или листовки, это отрезанная листочка от каталога, прикреплем сюда купон, на котором написано «Подарочный купон», «Обменяй купон на подарок». Или мы используем старые каталоги, на которых прикрепляем точно такой же купон. Каталоги мне лично больше нравятся, потому что мы оставляем на нем свой телефон. И если наш прохожий не пришел сегодня в офис на презентацию, все-таки у него остался каталог с полным ассортиментом продукции и наш телефон для связи. Вот такие вещи мы используем. Раздаются всем, кто проходит в этот момент мимо офиса. И я рекомендую вам не просто отдали и говорите «Приходите», а направляйте рукой. Итак, приходите к нам за подарком. Сегодня дарят подарки всем гостям. Вот сюда и показывайте. В нашем случае мы говорим «Поднимайтесь на второй этаж». То есть мы показываем человеку, куда надо пройти, и сразу его направляем. Если задают вам вопросы, вы говорите «Все подробности сейчас узнаете, поднимайтесь за подарком». Задача тех, кто раздает листовки, сделать так, чтобы максимально больше людей заинтересовались тем, что же там сейчас будет проходить, и поднялись в офис. В офисе их должен встречать обязательно лидер. В данном случае чаще всего встречаю я гостей, я их рассаживаю поудобнее. Почему вот еще за 10-15 минут? Потому что, может быть, кто-то сразу взял листовку и поднялся, и если это во времени растянуто, то человек начинает скучать, он начинает зевать, и бывает такое, что он может встать, подняться и уйти, потому что нет времени. Поэтому мы сокращаем промежуток между раздачей листовок и началом презентации максимум на 15 минут. Гости собираются, мы раздаем обычно им журналы, фаберлик полистать, пока все еще собираются, то есть уже как-то они знакомятся с компанией, осматриваются потихонечку. И когда наступает время, я говорю, естественно, представляюсь, добрый день, меня так и зовут, сегодня вы пришли к нам за подарком, говорю я, и у меня есть для вас сюрприз. Вы сегодня получите не один, а несколько подарков. И начну я с первого приза для тех, кто ответит мне правильно. Чья компания Фаберлик? Назовите страну-производитель. Вы знаете, дорогие друзья, удивительно, но практика показывает, что 80% гостей, да даже 90%, не называют, что Фаберлик – это российская компания. Называют Франция, Польша, Швеция, вот все что угодно, но почему-то мало кто знает о том, что Россия. И если кто-то говорит все-таки, что это российская компания, я его поздравляю и сразу же говорю, и вот ваш первый подарок, за правильный ответ я дарю пробник духов. Таким образом, мы немного растопили лед, люди уже себя чувствуют более уютно, более раскованно, и можно продолжать. И так атмосфера у нас уже утеплелась. И следующая фраза, которую говорю я, вы обязательно сегодня получите подарки, но позвольте, прежде чем начать их вам дарить, немного рассказать о той компании, на территории офиса, в которой вы находитесь. Итак, Фаберлик – российская компания. И я начинаю презентацию компании очень короткую. Очень короткую. Сколько лет на рынке, сколько стран у нас уже присутствует, в которых странах Фаберлик. И показываю наш каталог. Я говорю о том, давно ли вы видели наши каталоги. Кто-то говорит, видел, кто-то говорит, не видел. И я говорю, что когда-то наш каталог – это была тоненькая брошюрка, где было всего несколько наименований, кислородной косметики, и немного еще другого вида товара. Сейчас это прекрасный, толстый, глянцевый журнал, на страницах которого вы можете найти все для себя, для своей семьи, для своих близких, для ежедневного использования. Но что самое главное – по самым доступным ценам. Это один из лозунгов компании – доступные цены и большой ассортимент. Со всем ассортиментом сразу познакомиться невозможно. Я вам немного расскажу о разных линеечках нашей продукции. И, естественно, дорогие друзья, мы начинаем мини-презентацию. Начните с кислородной косметики. Ну, мой совет, а там уж как вы решите. Я начинаю с кислородной косметики, потому что считаю, что это все-таки белая линия нашей с вами компании. И это основа основ. Чуть-чуть о том, что единственное в мире, о том, что уникальный там специальный транспортный носитель. Начните тестироваться кремо-очищающего роллинг-геля. Попросите помощницу, чтобы она взяла, нанесла небольшое количество роллинг-геля на вот эту часть вашим гостям, на вот эту часть руки. Естественно, вы сами знаете, какой возникает эффект. Просто мгновенно посветлевшая кожа, понежневшая кожа и уже положительные отзывы. Итак, мы представили быстренько этот продукт. И обязательно представляете блюр-крем. Если вы сами еще его не пробовали, то рекомендую обязательно возьмите этот крем и давайте пробовать его всем своим знакомым. Итак, блюр-крем небольшое количество. Попробовали, рассказали, какой он прекрасный. Этот крем всегда вызывает восторг и сразу во время презентации не дают ее продолжить. Спрашивают, а сколько стоит, а как заказать. Ну, естественно, вы говорите, что и как заказать, и сколько стоит. Мы все вам расскажем обязательно. Дальше небольшой такой анонс о декоративной косметике, насколько она прекрасна. Перейдите к парфюму. Парфюм я всегда цепляю таким словом, что, как вы считаете, какой парфюм самый лучший? Ну, естественно, женщина отвечает, что французский парфюм самый лучший. И мой ответ такой. Я вас поздравляю, дорогие друзья, компанией Фаберлик. Вся парфюмерия изготовлена и разработана во Франции эксклюзивно для Фаберлик. Вот здесь вы можете посмотреть, что специальные парфюмеры разрабатывают для нас ароматы. И давайте попробуем один из них. Презентуйте тот парфюм, который вам нравится больше всего. Потому что, если вы его чувствуете хорошо, то, ну, тоже практика показывает, то вы можете передать это настроение и гостям. Ну, вот сейчас этот новый аромат флюорет, он, конечно, прекрасный, беспроигрышно работает, настроение весеннее, свежесть цветов, все, что нужно сейчас. Также помощница наносит на блотеры и раздает, или же кто-то протягивает вам ручку, вы, прям, помощница может набрызгать на руку, и пусть люди слушают этот аромат. Он великолепной работы. Все показали, и переходим к линейке для дома. Чуть-чуть о том, что это безопасная, экологичная и экономичная продукция. И обязательно, я говорю так, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И сейчас я вам покажу буквально одно средство из нашего каталога. Я всегда показываю средства для мытья посуды Фаберлика, поскольку для меня это очень важный продукт. Я сама химик по образованию, и четко понимаю, что это за прелесть. Показываю это средство, говорю, что можно использовать детям с 0 лет. Делаю расчеты, что этот флакон пол-литра нужно развести в 4 раза, и вы получите столько-то флаконов экономичного и безопасного средства. Рассчитаем. В среднем около 30 рублей за пол-литровый флакон безопасного средства вы заплатите. И обязательно диалог с залом. Ну, как вы считаете, дорогой ли это продукт? Ну, естественно, все говорят нет. И тут же у меня сразу же уже готово стоят 2 стаканчика с водой, 2 ложечки, это всегда. И наше разбавленное средство, и средство обычное магазинное. Я его переливаю вот в какой-нибудь такой флакон, чтобы не было антирекламы. И мы показываем наш знаменитый опыт со средством для мытья посуды. Естественно, после того, как вы его показали, вопросы о том, где покупать средства для посуды, отпадают. Также уже во время презентации гости хотят его сразу заказать, не хотят дослушивать дальше. Вы еще можете показать наши салфетки прямо здесь, попросить гостя на чем-нибудь нарисовать ручкой и подготовить какую-нибудь салфетку или карандаш пятновыводитель. Это тоже очень хорошо работает. Вот Блиц презентацию показали, рассказали, и вы говорите о том, что мы вам обещали подарки. Так вот, дорогие друзья, первый подарок, который дарит компания, это 1000 рублей на оплату вашего первого заказа. И я вас поздравляю, что это 1000 рублей получите все вы, дорогие наши гости. Итак, 1000 рублей на оплату заказа при покупке на 2000. Я вам рекомендую подготовить вот такой вот арсенал, арсенал товаров на 2000 рублей, для того, чтобы ваши гости увидели, как много они могут купить на 2000, а заплатить-то вообще на 1000 меньше. Ну, 14-15 наименований позиций можно поставить. Как раз сейчас весна, все готовятся к праздникам, все отмывают свои квартиры. Вот средства для дома всегда нужны. Но не забывайте и про продукты, которые нужны для красоты любой женщины. Итак, вы сделаете такой специальный набор и покажите, что вот это все вы можете заказать на 2000, а заплатить на 1000 меньше. Но и это еще не все, дорогие друзья. Если вы добавите всего лишь 500 рублей к вашему заказу, то уже в следующем каталоге вы получите вот такую пачку прекрасного порошка Фаберлик. Это пачка, которая заменяет 3,5 килограмма обычного порошка. Посмотрите, как много подарков. Сделали мы такую презентацию, удивили гостей тем, что всего можно накупить, заплатить мало и еще порошок получить в подарок. Ну и, конечно же, спросите у своих гостей, что вам понравилось в этой презентации, что бы вы хотели для себя уже заказать. Обязательно возьмите обратную связь. Поблагодарите за то, что они сегодня пришли к вам и посмотрели на вашу презентацию. И следующий. А теперь подарки от нашего офиса. Дорогие друзья, вы все получаете маленькие наши пачки стирального порошка. Уже сегодня дома вы сможете попробовать этот продукт и понять, какой прекрасный порошок вы получите в подарок. Ну вот, таким образом, можно добавить в пробники товаров для дома. Какие подарки вы подарите гостям, это вы выбираете сами. Вы можете что-то по распродажам заказать. Дело в том, что это очень сильно работает, когда человек что-то уносит с собой. Обязательно. Он тогда будет помнить, он тогда захочет заказать, и он реально же пришел за подарком, он получил реальный подарок. Мы обо всем рассказали. Напоминаем, неоднократно повторяем о том, что только в этом каталоге для вас при таком большом ассортименте скидка 1000 рублей на оплату заказа плюс стиральный порошок в подарок. И раздайте анкеты. В анкетах как раз-то у нас и заполнено все, что нам нужно с вами для регистрации. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, сотовый телефон. Небольшой опрос, что вам понравилось, какие категории вы бы хотели заказать. И внизу мы берем рекомендации. Напишите, пожалуйста, телефон и имя своих знакомых, кому бы вы хотели подарить 1000 рублей. Но люди щедрые, не за свой счет 1000 рублей, всегда с удовольствием подарят. И таким образом мы собираем контакты. А потом уже мы работаем по этим телефонам. Знаете, да, уже это другая схема. Здравствуйте, ваш друг оставил нам ваш номер телефона. И у нас для вас подарок. Вот, дорогие друзья, такой нетрудный, легкий, очень приятный, для меня эмоционально приятный способ общения с людьми. И моя практика показывает, что когда таким образом мы регистрируем человека, показав ему ассортимент, показав ему подарок, дав ему все пощупать, то процент оформления заказа сразу же очень сильно увеличивается. То есть конверсия всех наших дел сильно возрастает, когда люди все видят. Я была рада с вами поделиться этим способом. Надеюсь, было вам полезно. Желаю всем, конечно же, эффективного рекрутинга, активных новичков и, главное, роста по маркетинг-плану и увеличении товарооборота. Всем пока! Здравствуйте, дорогие консультанты, лидеры, дорогоценные директора и партнеры Фаберлик. Я Бахушева Альтекин, бриллиантовый директор Фаберлик Азербайджан. У меня очень большая структура, которая состоит минимум из 70 директоров. Среди них есть и элитный директор, и бриллиантовые, и рубиновые, и золотые, и так далее. Я очень счастлива, что именно мне выпала честь рассказать про такой замечательный метод рекрутирования, как работа на холодном рынке, и организация, и проведение флешмобов. Как вы и знаете, существует достаточно методов рекрутирования, но один из них самых непростых. Это метод рекрутирования на холодном рынке. Но уверяю вас, он того стоит. И хотела бы вам рассказать, почему этот метод выбираю я и моя команда. Во-первых, это прекрасная командная работа. Во-вторых, это отличный способ заявить всем о наших замечательных компаниях. Тем более, что инструментов для флешмоба у Фаберлика предостаточно. Это яркие зонтики, это разноцветные шарки с нашим логотипом. Отчего стоит наша удобная прямостойка, которую можно сложить, а при желании установить в любом месте. В-третьих, это еще один способ рассказать всем о наших неповторимых акциях для новичков с 1000 рублями. Я не знаю другую такую компанию. То есть, я знаю, что в мире такой компании нет, чтобы могла бы создать такие условия для своих новичков, для успешного роста своих новичков. Присоединяйся к Фаберлик, закажи продукции из каталога на 2000 рублей и получи в этом же заказе на свой личный счет 1000 рублей. Это предложение, от которого, ну, невозможно же отказаться. А самое главное, флешмоб – это возможность охватить большое число жителей города и увеличить среди потребителей и консультантов в своих структурах. Тем самым быть еще на шаг вперед к своей мечте. И, конечно же, увеличить свои доходы. А еще это праздник и хорошее настроение. Хорошее настроение для вашей команды и для жителей города, и для будущих консультантов. Ведь 1000 рублей, которые предлагает наша компания, на улице не валяется. А дальше – больше. Всем новичкам, присоединившимся к нашей команде, открываются неограниченные возможности роста по карьерной лестнице. А самое главное – неограниченные доходы. Ну, а если растут наши новички, то и растем и мы. И вместе с нами наши доходы. Новичкам у нас всегда почет, а старичкам – забота. С Фабеллик все мечты сбываются. Благодарю за внимание. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Марина Марчук. И сегодня я хочу поделиться с вами новым методом рекрутинга, который мы создали в нашей команде благодаря акции «Тысяча рублей подарок за первый шаг», которая вела компания. Возможно, вы смотрели мои вебинары, возможно, вы смотрели мои выступления. И там я рассказывала, что основной метод рекрутинга в моей команде – это работа с предпринимателями. Этот метод работал довольно хорошо, давал отличные результаты, хороший рост. И я вот думала, что это будет основной метод, так далее продолжаться, с которым мы будем работать. Но тут компания Фабеллик выпустила новую акцию – «Тысяча рублей подарок». Вы знаете, такого нету нигде. Такого нету ни в одной сетевой компании, такого нету ни в одном магазине. Я вообще не слышала об этом ничего. Я говорю, окей, хорошо, можно с этим поработать. Мы собрались с командой, лидерами и разработали очень классные, крутые сертификаты, с которыми мы работаем, и которые нам дают очень хороший результат. Хороший результат – это как? Потому что хороший результат – это у каждого по-своему. Хороший результат – это, я считаю, 16 регистраций за день. Это 20 регистраций за день. Это, я считаю, очень хорошим результатом. И практически все они с первым шагом. Как это происходит? Что мы делаем? Итак, по порядку. Первое – все мы знаем, что каждый лидер, директор, каждый человек, который хочет добиться какого-то результата в бизнесе, он должен исполнять 4 основных функции. Это планирование, организация, мотивация и контроль. Это есть 4 основных функции лидера, директора. Первое – это планирование. Мы должны распланировать, чего мы хотим, как мы хотим, какого результата мы хотим добиться, для чего это нам нужно. Итак, открываем свой ежедневник и делаем табличку. Первый столбец – это у нас объем личной группы. Если вы только новичок, пришли строить бизнес и хотите добиться успеха, вы пишете 0, потому что я новичок, у меня личных баллов нет. Если вы с командой делаете 100 баллов, так и пишем 100 баллов. То есть мы пишем результаты прошлого каталога. Если вы директор, это там 3, 4, 5 тысяч баллов и так далее. Дальше. Второй столбец – это результат, которого мы хотим добиться. О, Л, Г – объем личной группы. Например, допустим, мы хотим прирасти на 300 баллов. Записываем. Плюс 300 баллов. Третий столбец – это количество новичков, которых нам нужно привести. Итак, в среднем один новичок делает первый шаг – это баллов 15. Берем средние данные. 15 баллов. И, допустим, нам нужно сделать прирост 300 баллов. Это значит, где-то около 20 новичков нам нужно привезти в компанию, в каталог. Как мы это делаем? Я и моя структура, мы планируем рекрутинг. В основном это первая неделя каталога. Потому что вторую и третью неделю нам нужно будет отработать этих новичков, отработать с нашей структурой, потому что она у нас есть. И в нашей структуре консультантов также появятся новички, которые хотят от нас какой-то помощи и нужна им поддержка. Поэтому я всегда обучаю, что мы должны рекрутировать. Основной рекрутинг идти в первой неделе каталога. Итак, мы поставили план, поставили цель и начинаем рекрутировать. Как мы это делаем? Мы это делаем благодаря таким сертификатам. Вот как это происходит? Вот начинается мой день. Я рано выхожу из дома, иду в офис, захожу пить кофе. Допустим, торговый центр делает девушка, продаёт кофе. Я прихожу к ней и начинаю её спрашивать. Здравствуйте, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой у вас самый вкусный кофе? Вот встала с утра, и хочу самое вкусное кофе. Она мне начинает рассказывать. Я улыбаюсь, я её расспрашиваю, переспрашиваю. Идёт у нас такое лёгкое общение. И потом я просто, когда беру уже своё кофе, пью и говорю, Боже, какой вкусный кофе! Я такого никогда не пила. Я хочу вас отблагодарить. И достаю с сумочки сертификат. И даю ей подарок. Благодарю её. И говорю, это вам сертификат от меня в подарок на 1000 рублей. Продукции Фабрик вы получаете бесплатно. Если нет людей, я вкратце говорю условия. А в основном я говорю, напишите мне на Viber. Я вам всё объясню. Мы с вами созвонимся, и я вам всё объясню. По статистике у нас из 10 человек 9 пишут. 9 пишут. Из тех, кто написал, 8-7 регистраций. Из тех, кто написал и зарегистрировался, мы человек 7-8 делают первый шаг. Статистика у нас очень хорошая. По нашей команде, по нашей группе очень хорошая статистика. Также у нас есть такая фишка – это благодарить. Ни в коем случае мы не раздаём, не раскидываем сертификаты. Мы их не отдаём на «возьми, пожалуйста». Ни в коем случае. Мы просто их дарим. Вот у вас, конечно же, есть такие люди, которые для вас что-то сделали приятное. И вы забыли их отблагодарить. У вас также могут быть у ваших консультантов такие люди. У вас могут быть друзья, которым вы хотели бы просто сделать какой-то подарок, просто внимания, дать какое-то внимание. Вы можете сделать благодаря этому сертификату. Просто всё зависит от вас, как вы это подадите. Вы делаете подарок. Вы благодарите людей. Спасибо, что ты со мной. Спасибо. Я тебя хочу отблагодарить, подарить тебе. Вот на такую сумму бесплатной продукции компании «Фабрабик». Что происходит дальше? Мой день проходит в обычном режиме, на офис, на работу, на куда-то ещё. И везде, с кем я общаюсь, я всегда людей благодарю. Вы знаете, мне это очень приятно. Во-первых, у меня такое ощущение, что я просто сделала… Когда ты делаешь подарок, у тебя такое… Я подарила подарок. У меня такое же ощущение после того, как я дарю сертификаты. У меня нет ощущения, что я что-то навязываю. У меня нет ощущения, что я что-то там… я не знаю. Просто я делаю человеку подарок. Что происходит дальше? Дальше, когда человек пишет мне плюсик в «Айбер», бывает там имена пишут и сразу вопросы задают, я всегда перезваниваю. То есть человек готов уже на разговор, пойти на разговор со мной. Я рассказываю об акции. Я рассказываю, как делать немножко о продукте, так чтобы я посоветовала. Немножко рассказываю, как можно забрать заказ. Я смотрю, сколько у человека я спрашиваю, сколько у него есть времени поговорить со мной. Это тоже я спрашиваю аккуратно. После того, как ваш новичок сделал первый шаг и забрал свой заказ, это мы всё можем отследить в нашем личном кабинете в отчётах. Я всегда перезваниваю. Я всегда перезваниваю, и я спрашиваю, понравился продукт, что пробовал. У меня виден заказ, я его перед собой. Я его отслеживаю. Что человек брал, я что-то могу ещё посоветовать. А как вам то? А как вам это? И говорю, вы знаете, у вас есть очень уникальная возможность, и она бывает только раз после того, как вы сделали свой первый заказ, вы можете участвовать в розыгрыше бытовой техники. Что это такое? Это акция от моей структуры. Мы придумали такую акцию для того, чтобы брать рекомендации, для того, чтобы наш поток людей не заканчивался. Мы, когда человек приходит в офис за первым заказом, или же по телефону, он обслуживается в каком-то другом городе, в каком-то другом офисе, мы просим написать список из 10 человек. Список из 10 человек, которым бы они хотели бы подарить вот такие сертификаты. Люди пишут, практически из 10-ти 9 пишут. Пишут список имён, и мы начинаем обзванивать этих людей. Как мы обзваниваем и что мы говорим? Мы звоним и говорим, здравствуйте, там Людмила Ивановна, добрый вечер, добрый день. Ваш номер телефона мне дала ваша подруга такая-то такая. Она участвовала в акции от компании «Фарберлик», получила бесплатно сертификат на 1000 рублей и использовала его. Осталась очень довольна. Именно поэтому у неё появилась уникальная возможность подарить сертификатам 2, 3, 10 своим знакомым, которых она больше всего любит и которым она хочет сделать приятно. И я вас поздравляю, вы попали именно в этот список. Вам это интересно? Я же говорю, в основном люди говорят, да, интересно, а что начинают переспрашивать, или же перезвоните мне. Очень редко кто отказывает. У нас есть такие случаи, что когда мы новичку говорим, человек взял первый шаг, и мы говорим, напиши 10 рекомендаций. Хорошо. Приходит на следующий день и говорит, Марина, я всё сделала. Что ты сделала? Я зарегистрировала 10 человек. Вот их заказы. Нужно сделать их заказы, так как ты мне сказала, потому что я хочу участвовать в розыгрыше бытовой техники. Человек не понял условия, то, что нужно просто было написать список имён и телефоны. Он пошёл и взял их данные на регистрацию, побрал заказы, и он уже будет 10 человек регистрировать. Это был не один случай такой. И вот у нас получается, что такой поток идёт постоянно. Мы, зацепившись раз до человека, он может дальше не строить бизнес, не делать заказы. Он может просто попробовать. Нас такое часто бывает. Но рекомендации он даёт. Он даёт рекомендации, и дальше мы работаем с кругу его знакомых. И эта акция очень хорошо работает. Что вам нужно сделать? Первое – это распланировать. Сесть с командой. Не важно, у вас в структуре тысячи человек, пятнадцать, десять, один или же вы сам. Вы просто распланируете свой прирост. Вы распланируете своё звание. Вы напишите количество новичков, сколько вам нужно. Дальше вы можете разработать тоже похожие сертификаты. Вы можете их сделать другими с вашей командой. Вы можете их сделать поярче. Но лучше, конечно, чтобы они были на фотобумаге. Они очень хорошо. Я не могу вам дать потрогать, но они очень хорошо смотрятся. И после этого разработайте сертификаты и начните их просто дарить. Делать людям полезное. Делать людям добро. И вы увидите, как будет расти ваша команда. Вы увидите, сколько у вас появится новых новичков, лидеров и в будущем директоров. Эта акция работает. Сертификаты работают. Они дают огромное количество новых регистраций. Главное – это желание. Главное – это делать. Вперёд и только вперёд. С вами была Марина Марчук. Жду ваших вопросов.